друзья всем привет сегодня я запишу для вас полный обзор на этот планшет это у нас сяоми mi pad расскажу свои впечатления об этом планшете его достоинствах и недостатках недостатки к сожалению есть ну и в общем давайте по порядку внешний вид планшет у нас выпускается в шести цветовых решениях это у нас красный черный синий зеленый желтый и белый ну как вы понимаете у нас именно этот вариант диагональ экрана у нас 7 и 9 дюймов экран сверху нас покрыт стеклом gorilla глаз третьего поколения которое я кстати и так давно защитил сверху еще если кому интересно здесь или не ссылочку оставлю посмотрите на распаковку и наклейку стеклышко у нас олеофобным покрытием то есть то стекло родное которое горилла глаз ну это тоже вот у этого всего тоже есть олеофобное покрытие нормальный пальчик по нему скользит снизу у нас три сенсорные кнопки сейчас их не видно давайте включим вот они три центра кнопочки у нас кнопочки меню домой назад кнопки с подсветкой еще скажу что обычно как вы знаете кнопки эти экранные да как обычно они ну на планшетах они нарисованы здесь на экране эти вынесены за пределы экрана лично для меня это большой плюс сверху нас логотип компании также здесь рядышком датчик освещенности датчик событий здесь же фронтальная камера на 5 мегапикселей разрешение экрана кстати не сказал 2048 1536 пикселей на правой грани у нас качелька громкости и кнопку включения выключения планшета на левой грани у нас ничего нет кроме слота под микро sd карточку слот поддержит карты до 128 гигабайт и своей памяти кстати планшета 16 гигабайт так что если кому-то мало можно можно память расширить сверху у нас разъем под наушники снизу у нас микро юсб разъем для зарядки планшета до или также для синхронизации с компьютером и также он поддерживает оттг сзади у нас 8 мегапиксельная основная камера два отверстия микрофонов не знаю зачем 2 и снизу у нас стереодинамики два отверстия батарея у нас не съемная здесь батарея на 6700 миллиампер часов процесса у нас внутри установленный виде от игрока один очень мощный процессор частота работы его до 2 и 2 гигагерца процесса у нас четырех ядерный как вы понимаете начинка планшета очень производительная планшета очень легко и непринужденно справляется с любой современной 3d игрой ну и сейчас давайте в принципе немного поиграем как вы понимаете Продолжение следует... 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 Ну, видишь, звук очень громкий, да? Я люблю магии, сыновей. Боих, рыжеволосых, голубоглазых парней. Слышно, да, такой звук? Я не вруся. Многие говорят. Очень громкий звук. Насчёт звука в наушниках. Звук хороший. Ну, громкости лично мне чуть-чуть не хватает. Скажем так, звук на 5 с минусом я оценю, да? Но, опять же, повторюсь, для меня это чисто моё ощущение. На меня вот жена, допустим, постоянно кричит, зачем я так громко слушаю музыку или там что-то, либо ещё. Ну, а теперь, в принципе, давайте поговорим о минусах, ребята. Самым главным минусом, я считаю, основную камеру планшета на 8 мегапикселей, да, она. Приведу такое сравнение. Если фото можно с натягом оценить на четвёрку, да, то видео на тройку с минусом здесь. Почему такое происходит с одной и той же камерой в разных режимах, почему она не может снимать хотя бы на четвёрку, мне непонятно. Причём в настройках нет никакого выбора качества, да, как вот, допустим, в Minnowed настраивается. Всё это сейчас я вам покажу. Так, камера. Просто здесь такие стандартные настройки. Никакого ни качества, ни качества видео, здесь ничего такого нет, да. Ну, не знаю, почему так. Что-то как-то ярко, давайте ярко, если чуть-чуть убавлю, то что тут... Сильно ярковато, по-моему, да, вот так получше надо будет. О фронтальной камере скажу, что для скайпа она вполне годится. Что можно ожидать, в принципе, от фронтальной камеры, если тут такая загадочная основная камера. Естественно, как бы ничего выдающегося, да. Ну, как бы ожидать от камер в планшетах какого-то суперкачества не стоит. Этим, в принципе, грешат все китайские производители планшетов, как вы знаете. Ни в одном из планшетов, которые у меня были, я ещё не видел нормальные качественные камеры. Ну, такого, чтобы... Ну, как бы... Я, честно говоря, от этой камеры ожидал немножечко большего. В некоторых китайских смартфонах, не очень дорогих, камера на 8 мегапикселе снимает лучше, чем эта камера. Ну, не знаю, почему такая ситуация. Также из минусов отмечу ещё заднюю крышку. Давайте сейчас я сниму чехольчик этот. И покажу. Она очень быстро пачкается, если пользоваться без чехла. И она очень скользкая. Зачем её делать такой вот, такой вот? Мне непонятно. Есть много других материалов. Например, почему бы её не сделать из алюминия? Ну, может быть, пошли в сторону удешевления. Ну, хотя можно было здесь хотя бы софт-тач. Возможно, я, конечно, перегибаю палку. Можно купить чехол, конечно. И всё это закрыть, да, весь этот глянец. Ну, я уверен, что многие не любят чехлы. Так что, этот глянец я считаю, ну, для себя я считаю, это минусом. Ещё не могу не сказать об отсутствии слота под сим-карту, да. Лично я это минусом не считаю. Хотя многие, думаю, со мной не согласятся. Сейчас... Сейчас везде есть, вот, Wi-Fi дома, на работе и так далее. Можно без проблем создать точку доступа в смартфоне, к примеру, да. И, пожалуйста, вот вам интернет. Ну, думаю, в следующем планшете, который они произведут в Xiaomi, он обязательно появится. Ну, так что будем ждать. Что я могу ещё сказать? Ну, и, в принципе, думаю, можно подвести итог моего обзора. Планшет, конечно, получился неоднозначный. Минусы я озвучил. Ну, а плюсы-плюсы, в принципе, больше, чем минусов. Ну, это в первую очередь просто непревзойдённая производительность и, конечно же, графика. На данный момент это самая производительная железо. Ну, планшет, который я держал в своих руках. И экран, к слову, также порадовал. Яркий, сочный, на солнце с течением никаких проблем у меня не вызывало. Также мне понравилось то, что я его могу взять вот таким вот образом. Одной рукой я могу удержать. И работать, если серфить в интернете, мне удобно вот так вот. Одной рукой взял. С большим же планшетом такого так вы не сможете сделать. Ну, и в целом, планшет мне понравился, несмотря на те недостатки, которые я уже озвучил. Так что можно брать, ребята, если у вас не хватает на NVIDIA SHIELD. Шучу, конечно. Брать его, конечно, или нет, решать только вам. Я всего лишь донёс до вас своё мнение, а вы уже сами решаете, стоит или нет. Ну, на этом тогда свой обзор я закончу, ребята. Если обзор был для вас полезным, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, кто ещё не подписан. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Ну, на этом, в принципе, всё. Пока-пока. Увидимся. Тестирование камеры Xiaomi Mi Pad. Автофокусировки. Я так понимаю, тут нету, только нажимаешь, когда. На цветочках вот фокус сейчас. Сейчас на травку. Птичка. Димка, чё такой грустный? А? Что Данила хочется играть. Чего-чего? А что Данил не хочется играть? Во что он не хочет обыграть? В войнушку. В войнушку? А если бы Данила не было здесь? А? У тебя мошка ползает. Спасибо. Спасибо. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова